А поэту Иртеньеву, в миру Игорю Моисеевичу Рабиновичу, и подавно грех превозносить довоенную жизнь в Германии при Гитлере. Евреев там разоряли и изгоняли, оставшихся отправляли в концлагеря. Не было бы там ни текстов Шендеровича или Иртеньева, не было бы их самих. Ну а вообще, глядя на Шендеровича и тусовку Эха, понимаешь, почему в России никак не возникнет нормальная либеральная партия. Представляясь либералами, они делают либерализм столь непривлекательным, что буквально отпугивают людей. Это воистину политическое членовредительство. Определение обозревателя Форбс Марка Адаманеса. Согласен. Но в чем смысл политического членовредительства? Смысл мелкий. Чем больше провокация, тем выше вероятность спровоцировать жесткий ответ. Став жертвой, уже можно жаловаться на гонение и вызывать к себе сочувствие. Жертвой, однако, пока стать не удается. Значит, нужно провоцировать все сильнее и грязнее, переходя все границы. Впрочем, Шендерович уже жертва, но не гонение, а собственной идиотской игры. Слышал ли хоть кто-то от Шендеровича в последние годы слова любви хоть кому-то или к чему-то? Он только и делает, что испускает яд. Результат понятен. Шендера не любят. Его не любят даже те, кто считает, что с ним заодно. В ответ и сам Шендер не слышит добрых слов. Матрас тоже молчит. По тому же Стринбергу картина выходит такая. Если человек ни разу не слыхал ни от кого доброго слова, он и вовсе может утратить мужество и всякую веру в себя. Печально. Отсюда и проблемы. Единственное удовольствие в этой ситуации, рассчитывая на безнаказанность, чувствует себя смелым. Еще одна радость, когда тебе расскажут на госканале. Какая-никакая слава. Это было слово в защиту радиостанции «Эхо Москвы», которая собирает вокруг себя некий концентрат, позволяющий наблюдать за движением нравов в нашей стране. И особенно любопытно, как представители российского политического класса идут на «Эхо» словно в коноссу за отпущением грехов. Алексей Венедиктов, конечно, не папа Григорий VII, а никто из ходоков не император Генрих IV. Но все же мыслишко дали реконструкцию внутреннего монолога. Быть может, когда-то вспомнит, как я в самые мрачные дни путинской диктатуры поднял и свой флаг на «Эхо Москвы» – конец реконструкции. Мыслишко это кого-то согревает. Так что руки прочь от «Эхо Москвы» и «Дождя» тоже нужны они.